ну что ребят всем здорова вот и приближается уже к так сказать концу непосредственно мой как он называется боевой пропуск и вот вы знаете секундочку вот у меня уже 145 всего их 150 ну как вы знаете да боевой пропуск это в 3 получается 3 не этапа а 3 как она там называется три главы в которой по 50 этапов и вот на данный момент у меня уже 8 жетонов и все что я делаю все это я делаю конкретно ради вот этих жетонов чтобы у меня их было 9 зачем как вы все понимаете как вы все знаете для того чтобы купить а вот этот танк сейчас откроется и покажу вот этот one face или face one который уже в принципе в игры в игре наверное пару лет но до сих пор у меня его не было когда была первая возможность взять танк я взял выбрал именно шарфутер но ради этого как бы танка я вот очень долго очень долго стремился именно к прохождению боевого пропуска трех глав и на данный момент вот именно сейчас на ваших глазах по идее я закрою именно последний мой жетон и после этого вместе с вами купим тяжелый этот танк face one и после него уже прокатимся разочек посмотрим что к чему в целом ребят кто думает проходить или не проходить в принципе до 15 июня еще 62 дня то есть еще два месяца можно заниматься так сказать прокачкой выполнение этих этого боевого пропуска и что хочется сказать в принципе это крутая вещь сам по себе боевой пропуск потому что здесь очень много всяческих возможностей для вас будет и камуфляже будут и деньги будут ну серебро игровое и в частности вот такие вот дополнительные фишки которые позволяют прокачать экипаж и увеличить опыт также очень неплохо а вот эта штука это универсальные фрагменты и благодаря этому универсальному фрагменту я открыл е 5 американский тяжелый танк е 5 ну вот он и собственно говоря пока я проходил непосредственно этот боевой пропуск я еще купил то есть было так много средств серебра да что я купил е 100 я купил по-моему все ну и к чему я сейчас еще я куплю собственно говоря е 5 я и куплю сейчас накоплю еще денег чуть-чуть до 600 и куплю вот на данный момент меня полностью удовлетворяет именно этот боевой пропуск в частности если говорить про ранговые бои то они меня вообще не впечатлили в этом году в этот раз да и в прошлый раз я знаете начал и но закончил я сразу как бы не не доиграл бросил и все потому что но там от тебя мало что зависит грубо говоря и довольно сложно с нервами не кайфово вообще на самом деле это ранговые бои кроме того я проанализировал что я могу взять с этих ранговых боёв ничего даже если я там все выиграю пройду все три этих этапа там или сколько там их до дивизионы там попаду везде то я не получу ничего просто потому что жетонов там не хватит но грубо говоря у меня просто нет жетонов а здесь здесь я получил кроме как прокачиваемые танки как бы добил их у меня благодаря вот этому боевому пропуску за благодаря универсальным фрагментам я просто взял и прокачал полностью десятку и 5 половину девятки сто третьего и плюс также еще прокачал там не хватало движка чтобы перейти с одного на другой то есть без покупки все это сделал так что-то долго там затянулся наш но в общем ладушки я так думаю что в любом случае смотрите здесь у нас 42 нам нужно еще как минимум девять то есть давайте на шарфу тур проедемся посмотрим как она и что она и так сделали разрабы эту карту она мне чертовски не нравится просто на мой взгляд отвратительная карта здесь просто нельзя никуда ну маленькая карта сама по себе куча строений ну и интереса нет в этой карте вообще вот как по мне вообще нет никакого интереса играть на этой карте не не люблю ее также как и минск не люблю ну что постольку поскольку мы выбираем улучшение статистики что за человек вот мы берем просто напросто и стоим на месте весь бой и все так зарабатывают статисты повышают свою статистику ничего там сильного умного профессионального нет просто сидишь сзади всей команды настреливаешь таким образом я уже настрелил на ну увеличил поднял свою статистику довольно сильно и причем я ее поднимал на десятках ни на что не надо обращать внимание никуда не надо смотреть едем и сейчас мы сделаем в общем настроение особого нет голос посажен вот все благодаря тому что так там еще и три арты какой крутяк благодаря еще тому что очень долгое время просто безвылазно сидел в этой игре и безусловно это не кайфово совсем ну то есть поначалу 1 я в прошлом видео говорил о том что первый пропуск был прикольный хороший пробег прошел он очень быстро и очень эффектно второй уже с трудом а третий уже вот просто на последних парах вот просто сижу и играю сет нечего делать но вот как-то так она получается всяком случае нам нужно улт лт нет так по ходу скорпион там ну пятерочку наверное забрал нам остается всего лишь заработать 2 балла ух ты чтобы 145 этап забрать да елки зеленый да что ж такое сейчас еще арта зи вот чё ты здесь стал бум 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 не уходим все сгруппировались в этом углу я хотел уйти куда-то в другое место просто стать один чтобы все были впереди а я сзади вот это прикольно классно так ну что там буровский осмотрю по близости уже подошел близко значит для того чтобы нам набрать как минимум три очка нам нужно врезать вот этого лт по жопе конкретно чтобы он загорелся вот а если по нормальному если без шуток то нам нужно настрелять как минимум ну тысячи полторы я думаю за это нам дадут три очка так как они вот как смотрите вот лт как работает да хорошо лт пришел тут же уничтожил уничтожил сразу три арты все наш лт бегает туда-сюда занимается ерундой какой-то то есть ерунда прям как я давай еще давай 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 да что ж ты будешь делать вот вот западло вот честно просто западло тупо западло ну ладно подождем еще немножко давайте перезагрузимся я имею ввиду это орудие попробуем сделать ту же самую фишку если у нас получится это меня засветил е75 по ходу вот давайте попробуем тоже что нибудь сделать с артами у них если получится ёлки зеленые да что ж такое вот видите я просто так много играл что уже не в состоянии играть нужно в удовольствие играть нужно в кайф и если кайф у вас есть значит кстати ребят это это озвучка но как бы модная моды я имею ввиду ну как вы понимаете и сейчас ко мне поедут какие нибудь нехорошие товарищи опять же а у меня все так ну что получится не но еще разок так где-то я еще вот там видел мог по идее я-то троечку заработаю в любом случае если меня сейчас не заберут но четыреста пись где-то здесь еще был а так можно разве да можно вон он гнида сейчас попробую наверно врезать да и мы ему тоже врезаем надеюсь и надеюсь второй раз тоже врезаем все сто процентов у нас здесь есть о мы еще и остались живыми но только так можно с такой командой собственно говоря выигрывать ну оставаться в живых и хоть что-то делать в общем у нас два фрага 960 настреляли я думаю что на троечку мы на троечку или на двоечку так ну я думаю на троечку мы все-таки сделали что-то и у нас открывается ну сто процентов я просто не знаю сейчас но я думаю что мы заработали нам в принципе хватит два балла но если будет и три то это уже с лихвой итак ребят выполнено как мы здесь видим выполнено и мы уже видим награда 1 жетон все ребят я этот бешеный марафон закончил и я не могу больше но представьте с 15 марта сейчас у нас 14 апреля да то есть получается что ровно месяц ровно месяц я проходил как бешеный проходил вот эту вот штуку вместо трех месяцев ложился за месяц ну что все это ради вот этого потому что очень хотелось иметь 9 вот здесь жетонов давайте посмотрим сможем ли мы сейчас нас хотят поздравить нет не а не хотят нас поздравить вообще с получением еще одного жетона ну и фиг с ним заходим в магазин и смотрим что мы можем купить мы можем купить вот это здесь написано смотрите набор значит 9 жетонов которые у нас есть будет сразу поставлено штатный большой рим комплект а также будет ну это понятно что будет ну в общем да тратим покупаем и теперь ребят мы вместе с вами только что провернули финансовую операцию вот она потратили 9 жетонов и купили one phase yes of course итак наконец то это головотня закончилась кстати вот этот потрясающий танк вот этот обалденный и где мой новый восьмерочка где ты алё я пока его не вижу у меня уже глаза устали все устало я уже устал и в итоге я не знаю куда я его делал вот он вот он one phase или phase one да еще тогда еще давно хотел чтобы здесь у него были эти гусли такие крутые в те времена они да и сейчас нет такого танка насколько я понимаю у которого есть такая же фишка с с этими гуслями так давайте сразу сделаем нажмем на кнопочку и тут же давайте сделаем вот так здесь мы наверное блин ну давайте что будет дальше нам дадут еще возможность что что охренеть то есть они хотят сказать что у нас вообще никаких даже нету первых перков этих вообще никаких так можно хэвика поставить от хэвика не ну если не прокачанный экипаж то это будет вообще фигня какая то кстати мне не очень хочется на самом деле да сделаем таким образом вместо 57 хэви видите стопроцентный экипаж все отлично попробуем еще сюда найти вот у нас и попробуем тоже самое сделать вот у нас то есть у нас получается смотрите все очень хорошо включая даже боевое братство то есть все работает все зашибись так теперь давайте посмотрим что мы поставим ага я наверное сделаю вот так 29 все остальное возьму фугасами теперь нам надо еще сделать обязательно следующую фишку сюда поставить малую аптечку а сюда поставить автоматический огнетушитель все остальное не имеет никакого значения сюда конечно мы ничего пока ставить покупать не будем потому что первым делом нам нужно купить вот здесь вот очень хороший танк а здесь по поводу нашего танка надо посмотреть предпросмотр машины и смотрим что у него а мы по моему мы не можем да мы деньги не можем то есть здесь ремкомплект большой бесплатно пересадка экипажа ну то что мы сейчас сделали и больше свободного опыта то есть больше денег мы на нем к сожалению не заработаем теперь давайте посмотрим что у нас здесь есть по уникальным 3d стилям именно для этого танка есть ли они вообще в принципе или нет итак здесь я не вижу не вижу если пропущу то просто устал честно так пока вроде не было да я просто не знаю есть вообще в принципе он или нет но на всякий случай вот сейчас прохожу смотрю просто нажимаю использовать все. Мне пока нет особого желания Потом это надо отключать там половину. Значит, так. Так, 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 так. Так, так, так. Ну что, ну что, ну что, пока я ничего не вижу. Ой. Блин, устал, ребят. Вот реально, вот убил меня этот пропуск. Просто если бы я еще больше этим занимался, то, возможно, я бы просто не стал бы этим заниматься. Так, вот E5 у меня будет буквально там через какое-то время. Я продам сейчас, да прям сейчас, наверное, и сделаю. Так, пока я не вижу. Нет, нет. Только сейчас почувствовал, когда взял его. Нету здесь ничего. Я почувствовал, как я устал вообще от этого боевого пропуска. Ну, реально очень жестко, друзья мои. Просто очень жестко. Давайте посмотрим готовые стили. И посмотрим, как это может быть. Ну, как по мне, наверное, нет. Все-таки. Когда скрываются грани эти, вот, когда все сливается в одну какую-то массу, мне как-то не особо прикольно от этого. Так, ну, просто все говорили, что танк ауенный, офигенный. И вот я должен... Не, ну, я знаю, что он крутой. Я знаю, что я на нем буду круто играть. Однозначно. Вообще без вопросов даже. Люблю тяжелые танки. Вот, кстати, неплохо. Но как-то пока не так. Вот и вот. Ну, давайте вот так вот оставим, да? Хотя, по-моему, слишком рябит. Вот так вот оставим. Я вот так вот хочу оставить и все. Давайте сделаем первый бой. Давайте еще одну фишку сделаем. Зайдем на склад. Если мы продадим вот это все... Ой, я не помню, сколько там. 50 было или 57. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Итак, смотрите. Здесь у меня 5 516. Есть в наличии. А здесь 560. Итого не хватает 35. Не хватает 35 для того, чтобы купить. Ладно, хорошо. Сделаю тогда после. А сейчас идем сюда. Ну и давайте посмотрим, как играется этот танк. Сделаю немножечко громче для себя, чтобы услышать, как он играется. И посмотрим, каково это вообще обладать этим танком. Кайфово или не очень. Как раз очень хорошая у нас здесь карта. Да, я заметил, что вот этот Phase One, он становится первым даже, даже перед... Как он, этот итальянский новый. Так, ну что, здесь у нас... Понятно, где мы стоим. Я знаю, что здесь у нас хорошие УВНы должны быть. Ну, я не изучал, потому что, я думаю, терять время на это не нужно. Так, как вы сами... И сами, вернее, в курсе, как это все делается. Очень много видосов смотрели про этот танк. Ну, а для меня это важно было. Так, ну что, на месте. На месте вроде мы нормально крутимся. Набираем скорость неплохо. Значит, я думаю, что надо будет посмотреть... Сто процентов нужен будет здесь досылатель. Сто процентов, я так думаю, что нужна турбина. А еще один вариант. Все зависит от того, как мы сейчас будем стрелять. Сможем настрелять, не сможем. Но у нас крутится хорошо башня. Слегка медленно, но, в принципе, неплохо. По скорости очень не хватает ему скорость. Ой, смотрите, какая прекрасная у нас, какие УВНы. Ой, какая прелесть. Боже мой. Это кайф. Даже если первый бой вот сейчас на этом танке продлится очень недолго, но все равно я уже чувствую, что этот танк годный. Очень годный. Ой. Простите. А это что было вообще? Что это было? Он, по-моему, даже за круг куда-то выстрелил. Давайте немножко уйдем из-за света. А, ну. Ладно, можно и так. Если у них там такой замечательный тигр. Давайте мы его еще раз подсветим. Да. И врежем, попробуем. На 408 нас засветили. Неплохо. 10 секунд перезарядка. Хватит, не хватит. Вот так вот промазали. То есть ему нужно, не знаю, нужно ему сведение, не нужно, но как-то мне не очень. И очень долго он... Очень долго он как-то сводится и заряжается. Аж так не совсем приятно. Не совсем комфортно. Вот здесь вот стоят враги наши. Ух ты, какой хитрый. Ну, неплохо, но, ребят, как-то... Как-то что-то у меня ХП уже и нет. А в меня выстрелили всего дважды. А ХП у меня уже нет. Прикиньте, как это бывает. Вот там вот основные враги сидят. Из-за них мы еще не можем сделать. А, все понятно. У нас ЛТ просто стоит. На респе и все. Поэтому все нормально. Ну, смотрите, сколько я выстрелил. Раза 3-4, наверное, да? Дважды промахнулся, скорее всего. Ну, на мой взгляд, не хватает танку скорости. Вот очень не хватает. Прямо очень не хватает. И второе. Ему не хватает скорострельности. По верткости вроде танк неплохой. Вроде дополнять не нужно. Можно, конечно, попробовать поставить вентиляцию. Я не знаю, насколько это даст. Но там прибавка совсем небольшая на самом деле будет. Поэтому, может быть, для верткости ему надо какую-то фишку. Типа вот этот прибор, который там не турбина, а вот такая же, только для того, чтобы он крутился на месте. Круто. И башня там еще 12%. И ему 10%. То есть, круто, круто. Но, мне что-то кажется, что это будет такая же тема, как и с КПЗ 50 тонн. Вот вроде броня есть. Можно только вот таким вот образом играть, когда вот так вот ты засунулся полностью. У тебя только башня. Больше никак. Ну и что, мы не можем этого 59-ку убить? Втроем там стоим, вчетвером. Боже мой. А я, кстати, тоже никого ж не убил, да, еще? Не замочил. Но, ребята, мне простительно. Первый бой. Я еще не знаю, как на этот танк смотреть. Не понимаю, почему меня засветили так хорошо. Наверное, маленькое расстояние просто было между мной и танком противника. Тигром вторым, я имею в виду. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по ОВНам. Ну, неудивительно. Нормальные ОВНы. Не скажу, что прям супер-пупер вау, но неплохо. Давайте пока по статистически. Как делают статисты. Поставим вот здесь вот. И давайте подскажем, чтобы он свалил. Ой, устал, блин, ребят. Устал. Кто-то мне задавал вопрос. Ничего себе, как ты быстро дошел до... 132 уровня. А через день у меня уже 145. Ну, так и шел месяц. Месяц, ребят. Месяц. Это просто пипец, как долго. Но это только нужно делать. И в том случае, если у вас есть свободное время, если вы можете позволить себе, как бы, играть больше, там, пяти часов в день, тогда, да, тогда это резонно. Ну, и тогда вы сможете, безусловно. Так, у них арта. А мне как раз арты и не хватало. А где сейчас будут? Ну, тут все понятно, да. Что арта, это понятно. Блин, я не понимаю, почему они вчетвером здесь стоят. Класс. Одного увидели и нас сваливают. Молодцы. Обалденный товарищ. По своим попадает всегда круто. Обалденно. А по чужим нифига. Отвали отсюда. Стану вот сюда за кустик, если у меня получится, если у меня будет такая возможность все-таки. Так, а наши враги тоже еще там непонятно, чем занимаются. В общем, не, в принципе, неплохо у него по подвижности вообще. Но я бы хотел, чтобы он был побыстрее. Конечно, нужно было бы ему дать досылатель. И... Не знаю, просто... Вот, чтобы не суй КПЗ, допустим. Не ставь ему там приводы наводки, да. Или что-то в этом роде. КПЗ это КПЗ. Он не сможет... Более... Сейчас, секунду. Более качественно как-то накручивать. Ну, быть быстрее, сужаться, прицел сужать. Не сможет. То же самое... Вот они где. Красавчики. То же самое и здесь. Это может не помочь просто. Так, КПЗ, где-то, 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 только что. Где они там ходят, блин? Вот у нас арт. Вот арт нет. Вот, кстати, на КПЗ могло залететь сейчас. Здесь такой танк... Такой танк пока странный. Надо еще посмотреть, что там за перки стоят на... Ну, у наших этих... Чуваках, которые в танке сидят. Может, половину надо заменить? Я же даже не посмотрел. Снайпер нужен обязательно. Всякие там фишки... Нужны. Интересны. Так. Вот он. Нехорошо, конечно, этот стоит здесь, если честно. Был раньше такой мод, когда кто-то там появляется за кадром, да? Вдруг появляется, и вам стрелочка такая. Оп, вы поворачиваетесь и смотрите. Причем еще разный цвет стрелочки. Сейчас запретили. И иногда вот так вот смотришь, А уже вот отсюда сбоку к тебе подходит. И ты его не видишь. Вот он. Ну, две стона стреляли. Нашего нет. Света у нас практически пока нет. Может даже... Может даже свет нужно попробовать сюда как-то поставить. Да-да, спасибо. Я уже не лох. Я не буду идти первым, пока есть такая возможность. Да и парами идти тоже неправильно. Для того, чтобы увеличивать свою статистику, нужно просто сидеть сзади всех и настреливать. В основном так делают статисты. И им не важно, что там с вами происходит. Пофиг. Так, ну, собственно говоря, можно ехать. Что я сижу? Два танка осталось у врагов. Причем КПЗ, да. И... Что там? КПЗ 50 тонн. Он скорее какой-то профи. Потому что именно у них нет статистики. Вот. Либо какой-то лох. Но скорее всего профи. У него даже количества боев нет. А так просто так получить КПЗ нельзя. Там надо 20 тысяч. И... И ФВ-шка еще. В смысле... Вафля. Ну, посмотрим. Все сидят, ждут. Ехай тоже. Давай-давай. У тебя там... Тебя не пересветишь. Это мне один удар. И все, меня уже нет. Поэтому я сзади сижу. Но я скажу, что брони у этого танка ну такое себе. Хотя меня, конечно, в бочину пробивали. И 103. И... Вафля. Именно в бочину пробивала. Но там они сидят, как обычно. Нафиг вам эта база? Странный чувак. Так. КПЗ уже нет. Вафля. Вафля, скорее всего. Ну, как обычно, вот здесь сидит. Наверное. Да, может быть и нет. Вон он где-то. Ой-ой-ой. Тут же где-то дом. Ну, в принципе, я вам хочу сказать, и так неплохо. 2-100, 2-200 даже настреляли. Все, он сбил. Молодец. Он аж дегенерат там. Ну, его добил. Ну, и слава богу. Ну, в общем, вот такой вот бой. Ну, естественно, нужно понимать, что я уставший, как скотина. Вернее, как собака. Очень устал. Реально спать хочу. И очень даже голос вот немножко сорвал. И на самом деле радости, как таковой, сейчас нет. Вот. Но хочется немножечко все-таки получить. Ну, чуть, наверное, завтра уже там получится у меня что-то сделать. Вот. Я имею в виду в плане удовольствия поиграть. Вот. Так что на этом все, друзья. Всем спасибо, что были. Всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока. Пока.